Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о том, как я решил сделать небольшой арт-проект. До этого у меня была катушка Pesco Fan Saex Premier. Цвет ее был, мягко говоря, мне вообще не нравился, он был такой серебристо-серенький. И я решил ее попросту перекрасить. У меня есть хороший товарищ, который живет в Пинске, и он занимается изготовлением блесен. Летних, зимних, для многих в Беларуси это очень известный человек, Максим Копцев, который просто феерично красит колебалки, в принципе, так же, как их и изготавливает. Вот, и я решил, предложил ему, сказал, написал, Макс, давай попробуем, как бы, из какашки сделать вкусняшку. В общем, поскольку это мы делали впервые, то бишь, как такового опыта не было. Вот, и все, грубо говоря, делалось из-под ножа. В общем, я Максу отправил катушку в собранном виде. Вот, как бы, ввиду того, что, как бы, я мог ее разобрать, но у меня было слишком мало времени, пришлось отправлять ее в целом виде. Вот, там были некоторые нюансы по поводу разборки, но, в принципе, это не критично. Более подробно о нюансах, как бы, вы можете посмотреть по ссылке, которую я оставлю под видео. Дима Коваль Михайлович собирал мне эту катушку после того, как ее покрасили. Вот, ввиду того, что мы делали это впервые, мы не знаем... Я, например, лично не знал, что даже китайская катушка, ну, компания, которая, вот, например, скорее всего, это на базе Хайба сделана, очень-очень точная, ребята, подгонка деталей. То бишь, даже после покраски, в некоторых местах, куда попала краска, то есть, это посадка шаров, вот, попала туда краска, и они туда попросту не влазили. Михайловичу немножко пришлось попать для того, чтобы собрать катушку, но, в принципе, вот, катушка собрана, и все хорошо. Ребята, качество покраски, это просто фантастика. Действительно, эта катушка приобрела свой какой-то неповторимый, неописуемый характер, такую свою изюминку, шик, блеск и лоск. Почему именно эта катушка? То бишь, цена ее в районе 100 рублей, да, то бишь, если бы мы ее упороли, то, в принципе, как бы, я бы не сильно расстроился. Но, ввиду того, что катушка действительно довольно-таки хорошо работает, хорошо бросает, от Михайловича здесь установлен поющий фрикцион, как бы, со своими весами, своими задачами она справляется. Вот, ну и теперь, как бы, вот, обратите внимание, насколько приятная катушка стала. То бишь, ее даже в руки берешь, и очень даже класс радуется. Такой стиль, не знаю, как правильно называется, кракелюр, по-моему. Вот, ну, как бы, красил Макс, Макс попросил, как бы, не выдавать его, там, секреты, фишки, как бы, но сам факт того, что вот такой вот эффект получился. Вот, была потеряна запчасть, но она нашлась, она нашлась у Максима, она просто выпала случайно. Сейчас он мне ее отправил, вот, жду, опять подойду к Михайловичу, попрошу, чтобы он меня заменил. Ну, либо сам разберу, заменю. В общем, теперь, зная уже, если, ну, красить, вот, например, у меня еще есть катушки, которые, допустим, в будущем я хочу перекрасить, мы уже с Максом определились, определились, решили, что к местам посадки всех шарикоподшипников нужно подойти особо аккуратно и все эти места заклеить, ну, то бишь, чтобы туда не попала краска. Вот, друзья, шнурик я сюда намотаю, вот, купил недавно, у меня есть видео обзора магазина водомоторика, тоже можете посмотреть на моем канале. Магазин-партнер, не забывайте, для моих подписчиков в этом магазине будет скидка по промокоду VirtuosFishing 10% на всю продукцию магазина, от мотора лодочного, лодки до крючка. В общем, вот что у нас получилось, катушка отлично работает, такой небольшой гул есть, но это за счет того, что будет, ну, притираться еще шпулька. Вот, и также я хочу вам предложить, кто-то, если вдруг хочет покрасить свою катушку, вы можете обратиться ко мне, либо напрямую к Максу, по ссылочке, ну, в описании к видео я добавлю ссылку на страницу Макса, сделают подобную красоту.